Это календарь. Здесь показаны правильные отношения мужчины и женщины. В современном советском языке 33 буквы, 22 женских, 11 мужских. Поэтому сейчас мужское начало подавлено, и бабовщина, и эмансипация кругом. И с таким языком, как сейчас, 33 буквы, невозможно выстроить гармоничное отношение мужчины и женщины. Здесь 24 мужских, 24 женских буквы и одна универсальная. Баланс мужского и женского начала. Поэтому, кто еще хочет иметь хорошее отношение с противоположным полом, то обязательно надо учить буквису. Гласящие это мужские или женские? Вот видите, как у вас в голове все по перепуту. Нас бабы орут громче всех. Гласящие это мужские. Мужчина должен гласить, а женщина согласовывать с тем, что сказал мужчина. Поэтому есть такая народная игрушка, пирамидка, видели? Такая палочка деревянная, и на ней 7 колечек, да? Вот мужчина гласит, а женщина такая, да, 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 да. 7 раз должна так сказать, по 7 телам. И тогда правильное отношение. Отдаться мужчине надо на 7 уровнях. Вот женщины отдаются только на одном уровне, телесном. И поэтому отношения такие никакие и недолгие. А когда женщина способна отдаться мужчине на 7 уровнях, принять его и окружить своей обережной силой на 7 телах, то это получается самое надежное, долговечное и плодотворное отношение. Понимаете? А то женщина на явном уровне отдалась, а когда мужчина какую-то мысль ему говорит, то есть это уже уровень четвертого тела, клуб его. Женщина, нет, ты не прав. И когда она вот так сказала, нет, ты не прав, она как бы на четвертом теле создала вот это вот. Зажим. Четвертое колечко не одевается на палочку. Как бы, а я с тобой не согласна. Женщина, если хотите быть счастливы, забудьте слово нет. Слово из трех букв. И запомните слово да. Если вы считаете, что мужчина не прав, надо его... То есть надо сказать, а может быть... Поняли тему? Забудьте слово нет, женщины. Все, чтобы не сказал мужчина да-да-да, а может быть еще и это. То есть, понимаете, вы должны мужчину уметь прикатывать. В этом женская сила лада. То есть вот так вот мужчину окрутить и направлять его в нужное русло, как незаметно. То есть женская, мужская власть видимая, а женская влада. Владеющая ладом. Женщина владой владеет. То есть управлять жизнью с помощью влады. Мужчина управляет жизнью напрямую, с помощью власти. И заметьте, поэтому у мужчины явные половые органы, у женщины тайные. Так и мужчина должен явно быть на высоком посту, скакать на коне. А женщина должна управлять тайной силой. У мужчины, выдающиеся места у мужчины здесь и здесь. То есть нос, как правило, здоровее у мужиков, да, насяра такой, чем у женщин. А у женщины выдающиеся места здесь. Поэтому женщина ответственна за душевные отношения. То есть за душевность, сердечность, дружбу, любовь ответственны в этом мире женщины. И они в этой теме лучше всего разбираются, если они хотят. Природой заложено это то, что женщины должны душой, сердечностью весь мир оберегать. А мужчина отвечает за материальные аспекты, дом построить, деньги заработать и за духовные аспекты. Вы должны четко еще понять разницу душевных и духовных тем, да? Поэтому мужчина вставляет духовно-нравственный стержень в детей и в женщину. Он отвечает за духовные ценности и за материальные, а женщина за душевные. И тогда получается восьмерка. У женщины энергия вот так вытекает отсюда. Поэтому все конфликты виноваты женщины. Да, это правда. И вот говорят все войны за женщин. Да, это правда. Потому что когда женщина вот здесь не может наладить, мужики воюют. Женщина вот эту ладную силу в мужчину, в груди она его должна кормить всегда. Не только маленького, но и большого. Просто когда большой мужчина, ты должна его кормить грудью сердечной любви своей, понимаешь? Поэтому грудь должна быть сочная, в ней должен быть запас любви, запас нежности, запас лада. И ты в мужчину вкладываешь эту ладную энергию, она в него втекает и вытекает в виде материальных подарков, что он тебе постоянно подарки дарит, платья, кольца, дома строит, деревья сажает, детей тебе заделывает. И дальше энергия течет ему в духовный центр, и он духовно-нравственные ценности несет. И долгосрочные перспективы семьи, и народа определяет, что будем делать через 10 лет, через 100, через 1000. Это способен только понять мужчина. Но для этого надо, чтобы женщина вот его ладной силой наделила. И чтобы мужчина и женщина были все время вместе, надо, чтобы мужчина и женщина были птицы одного полета, понимаете? Вот летят две птицы, и когда они летят с одной скоростью, им хорошо лететь. А если у нас такое бывает, что мужчина намного здоровее женщины, да? И вот он летит такой быстро, а она такая отстает, и он вокруг нее круголя, 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 потом думает, нафиг мне такая женщина? И это правильно. То есть он ей говорит, давай прокачивайся, будь такой же здоровый, как я, чтобы мы вместе летели, чтобы я ради тебя не летел в полоборота, да? Или наоборот, у нас бывают такие женщины, сильные, подтянутые, а мужики такие рядом, никакие. Опять же, то есть очень важно постоянно синхронизироваться по семи телам. Вот почему сейчас так много разводов, семьи распадаются. Потому что вот люди еще на уровне знакомства, свадьбы как-то синхронизированы, а потом кто-то очень сильно начинает заниматься саморазвитием, да? Духовные практики, йога, народные танцы, энергия жизни пошла. А второй еще засел в этом сонном царстве, да, удовольствие там, в интернетике позависать, какой-то ерундой позаниматься, и, конечно, они разошлись. Ну и сейчас время больших перемен разошлись, и слава богу. Просто речь идет о том, что кто хочет иметь долгие, хорошие отношения, надо развиваться вместе и друг друга поддерживать, и намекать, что давай, давай, в хорошей форме. То есть вот это качество называется С, самодержавие. То есть каждый должен сам себя держать. Оно должно появиться с 22 лет, поэтому 22-я буквица С, самодержавие, с 22 лет можно замуж выходить, жениться. И вот это самодержавие, когда мужчина сам себя держит в хорошей форме по семи телам, и женщина себя тоже в хорошей форме по семи телам держит, и они самодостаточные, и они тогда сплетаются крепко, идут надежно. То есть, а сейчас, какие часто отношения бывают? Вот подымайся, давай покажем. Почему вот так вот семьи распадаются? Вот наклонись на меня плечом. Вот живут муж и жена, и такие, ой, я без тебя жить не могу, если ты меня бросишь, все пропало, а, а, ты моя вторая половинка, и вот так вот, понимаешь, живут. То есть кто-то отошел, второй бах и упал. Поняли тему? И таких отношений много, это нездоровые отношения. Подожди. Здоровые отношения, это когда вот, смотри, я себя держу, ты себя держишь, и мы вот так вот взяли, и каждый себя держит по жизни. Никто ни на кого не наезжает. Ни энергетически, ни материально, да? Присаживайся, благодарю. Поняли тему, да? То есть вот, жарье тело свое восстановило, и остальные тела за него держатся энергетическое. Ты себя держишь, она себя держит. И детей выращивает самодостаточных. Если родители такие самодержавные, такие у них дети растут самодержавные, надо ребенка на день оставить. Ты оставил и не паришься, что ему скучно там, или он не поест. Ты с детства их... Батя пенделя вставил, мама загладила, и уже ребенок, уже в три года, уже сам знает, ага, поесть, попасть, поспить. Родители ушли, ну и ладно, у меня куколки там, у меня там белочка во дворе живет, или еще кто-то. Поняли тему? А так у нас батя такой, мама такая, и дети еще такие, знаешь, на родителей так облокотились, и такие, а мы без вас не можем, только не уходите, не начаться с дома, а! И такая, знаешь, шатающаяся конструкция. Самодержавие должно начаться с мужчин. Поняли? Вы, мужики, должны себя выстроить, да? Не гнуться, не мнутся, вот, восстановить себя. И подобное тянется к подобному. К вам притягивается примерно самодержавная женщина. Если не самодержавная, вы ее бах, пендели сюда, за косу подняли, сделали самодержавной, чтобы она стояла сама по себе, а не вот так вот качалась. И вот эти самодержавные отношения, царские отношения, вот они надежные, правильные, и красивые, и приятные, понимаете? Вот, каждый себя держит, за ручку взялись, пошли. Дети родились, и тоже как бы их сразу раз, раз, все. И тоже пошли. Это язык общения, это календарь, это связь мужского и женского начала, это связь с тридевятым царством, солнечной системы. То есть здесь три девять чисел есть. Вот, здесь показано 16 азбучных истин, по которым надо жить русскому народу. У нас 16 чертогов на небесах, 16 пиралей ДНК у белых людей, и здесь 16 азбучных истин записано. Здесь записана восьмиконечная звезда, вот она, которая чаще всего на вышивке. Восемь праздников, калядник, который надо праздновать. Вот, сейчас идет у нас одна из этих недель священных, с 21 сентября по 28 неделю родогоща. Рад гостям щедро. И согласитесь, у кого есть родовое поместье, а раньше они у всех были, то как раз сейчас столько урожая, что когда гости пришли, то так рад им бесплатно мешок с собой взять, дать чего-нибудь, согласны? Вот это изобилие, поэтому родогощ рад гостям щедро. Щедрость просто всего изливается. И к родогощи, вот кто начинает жить по русскому календарю, вот поэтому вписываться в природные циклы, вот понимаете, то что получается? Именно к осеннему равноденствию, вот как Пушкин сказал, и роди богатыря мне к исходу сентября. Чувствуете, вот плодоношение к исходу сентября? Яблок, детей и добрых дел. И у меня, вот я вписался в календарь, в прошлый год вышла вот эта книга, и именно вот на этом фестивале она была впервые показана. Плодоношение на родогощ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова